Привет всем! Рада быть в прямом эфире уже сейчас, сегодня, в пятницу. Пятница – это прекрасный день, в течение которого мы в программе «Тема дня» обсуждаем интересные, актуальные темы, которые важны для жителей Твери. Подключайтесь, слушайте, и сегодня вы узнаете очень много о женском творчестве, женской самореализации и о шитье. Потому что у нас в гостях сегодня Александра Данилова, директор Академии шитья в городе Тверь, конструктор изделий легкой промышленности. Александра, здравствуйте! Здравствуйте! Очень буду рада сегодня с вами поговорить о шитье, что это в нашей жизни, зачем оно нам и какие дают преимущества. Мы с тобой рады рассказать. Итак, Академия шитья. Что же это такое? Академия шитья – это творческое пространство, которое специально было создано для того, чтобы любая женщина могла воплощать все свои творческие задумки и идеи, чтобы могла погрузиться в этот творческий мир и реализовать все свои фантазии. Ну и, конечно, приобрести хорошее настроение, отвлечься от всех своих бытовых дел и проблем. Удается. Удается полностью. Вижу вот блеск глаз, это значит человек делает то, что ему по-настоящему интересно. Ну а нам интересны такие гости. Скажите, Александра, вот шитье и Академия шитья – это основное занятие в жизни или хобби? Я скажу так, что шитье для меня – это то хобби, которое вылилось в смысл моей жизни. Это то, чем я живу и в дальнейшем планирую развивать. Это уже, так сказать, работа, да? Работа. Это уже работа. А с чего все началось? Как появился интерес к шитью и когда? Наверное, я зайду издалека. Это все было из детства. Я росла у бабушки, и бабушка у меня была такой отъявленной рукодельницей. И самое теплое воспоминание – это из детства, когда вот вечер, печка, и у меня бабушка доставала, у нее такой был корзинка с пряжей, и она вязала. Вязала, причем все, что вот хотелось, и она увидела и воплощает в жизни. То есть вот в варежке, все, что было вот ей захотелось. И пряжу она тоже делала сама. Вот веретено, представляете? Я это видела своими глазами. Моя бабушка занималась тем же самым. Да, да, да. Веретено, вот она пряла вот эти ниточки, да. Потом ей помогала в детстве там губки мотать. И, конечно, это все из детства, все эти навыки остались. Причем я хотела бы вот на этом остановиться более подробно. Что все навыки, которые приобретают наши дети, вот в раннем детстве, это шниту, шить, вязать, там, какие-то другие виды рукоделия. Это, может быть, там, танцуют. Это все обязательно в старшем возрасте нам пригодится. Потому что когда женщина какой-то ищет себе хобби для того, чтобы отвлечься от бытовых проблем каких-то, то есть вот у нас же всегда там много забот, много дел, много всего. Рутина даже присутствует. Да, рутина, да, вот эта рутина. И хочется что-то найти свое, в чем бы ты себя вот нашел. Вот это именно найти себя. Поэтому важно, чтобы дети наши чем-то в детстве занимались. И у нас есть детские группы, где мы с детьми шьем. Младшие у нас делают поделки, которые потом у нас в дальнейшем от более простого к более сложному. А старшими, со старшими я занимаюсь сама, мы с ними шьем. Несложные изделия. И они у нас создают себе капсулы. То, что они дальше носят. Вы не представляете, сколько это им доставляет удовольствие. Они счастливы от того, что они своими руками это создали. И в дальнейшем они хвастают своим сверстникам, что это сделала я сама. Гордость неописуема. А самооценку поднимает 100%. Здорово. И самооценку поднять себе, и научиться чему-то новому, открыть себе какие-то новые грани. Я замечу, что, наверное, найти себя с точки зрения творчества можно абсолютно в любом возрасте. Можно в детстве заинтересоваться, впоследствии вдруг это может превратиться в профессию. Можно уже в более старшем возрасте, даже после рождения детей, вдруг обнаружить, что ты занимаешься чем-то регулярно. Просто потому, что тебе это нравится. Может быть, мы пока не знаем, как это сделать в профессии, или как из этого извлечь прибыль, но это может действительно быть толчком к чему-то такому важному. То есть не надо прислушиваться к себе, чего ты хочешь. Надо обязательно делать то, что тебе нравится. Если тебе нравится шить, конечно, этим надо заниматься. Нравится тебе. Заметьте, что во всех творческих направлениях, что бы то ни было, это может быть шитье, это может быть вязание. Кто-то любит шить, кто вязать. Это может быть заниматься керамикой или чем-то другим. Но везде присутствуют именно женщины. То есть в женщине есть вот это заложено творческое начало. И она его должна обязательно реализовать. Только так она будет гармонично себя чувствовать. И вариантов, кстати, множество, чем заниматься. Вязание, шитье. Конечно. Какие еще вот варианты есть? Ой, да я сейчас говорю масло. Гулярия. Гулинария. Это делать брошки своими руками. Брошки, потрясающие брошки. Носки можно даже делать. Можно вязать, можно шить, можно коллекционировать. Да все, что угодно, лишь бы это нравилось. Вот. То есть простор на самом деле огромный для творчества. А что же касается наших бабушек, вот помню также свою. Она тоже пряла, она тоже вязала. Это самое теплое самое. Шила золотые руки. Она даже сама добывала эту шерсть. Это была шерсть каких-то домашних животных. А у нас были, бабушка, очень большое было хозяйство, это были овцы. Вот. Да. Что-то такое, овцы или козы? Я взяла эту шерсть, потом там сама пряла. И вот я вот сейчас возьми веретено, я тоже умею с ним пользоваться. Ничего себе. Да. Но самое интересное, что когда сейчас вот я ездила на сессию, в университете нам рассказывали про волокна. Пожалуйста, у тебя уже навыки есть, ты понимаешь, что это такое, потому что ты имел с этим дело. Вот почему важно навыки давать нашим детям именно в детстве какие-то. А вот не замечаете такого, что раньше вот именно рукоделием женщины занимались практически все. Вот все наши бабушки не умеют шить, вязать. А современное поколение как-то к этому не приучено. Почему? Ну, к сожалению, темп жизни сейчас у нас немного другой. Да, раньше был он такой более размеренный, а сейчас у нас слишком быстрый темп жизни, и надо за всем успевать. И просто наши дети не успевают. И мы не успеваем, наверное, им это дать, либо подумать об этом, чтобы они этим занимались. Допустим, у меня сейчас дочь в 11 классе. Ей просто некогда. Репетиторы, занятия, школа, уроки. И слишком много, они и так устают. Поэтому, к сожалению, не успевают. Ну, плюс появились производства крупные, какое-то машинное производство. Ну, согласитесь, что это не заменит вот ручной труд, который от души, правда? Конечно, не заменит. Ручной труд, в него вкладывается частичка того человека, который это делает. Это тепло. То, что он вкладывает в это изделие, и оно будет по-другому согревать, оно будет и выглядеть по-другому. Я, кстати, с вами полностью согласна. То же касается еды, можно ходить в общий пит, можно в дорогие рестораны даже ходить. Но то, что приготовлено своими руками, вот я как человек очень любящий готовить, я понимаю, что это всегда что-то особенное. Для меня то, что приготовил мой муж, это самое вкусное всегда, потому что это сделано его руками. Он здорово готовит. Он у меня отлично готовит, он у меня молодец. Замечательно. А вот вы, когда заинтересовались с детства, благодаря бабушке вот этим всем, потом вы сразу захотели стать швеей, может быть, именно конструктором изделий, модельером, или еще какие-то были желания? В детстве, вы не представляете, кем я хотела стать. Космонавтом? Да нет. Я хотела стать учителем. И это, наверное, самое вот то, что мне запомнилось из детства, что я хотела стать учителем. В начальном классе мне даже давали, учительница у меня была, и она говорит, давай, иди урок. Какой-нибудь там урок. И я была отличницей, и была урок. Еще одна грань ваших талантов. Да, есть и такое. А когда появилась именно Академия шитья? Академия шитья появилась в 17-м году. То есть уже больше двух лет? Да, больше двух лет. И с чего все началось? Я давно вынашивала идею создания Академии, потому что женщине нужно такого пространства, куда она может уйти и заниматься тем, что нравится, потому что дома мы не всегда можем найти на это время. Нет его просто. А там ты уже это время себе выделяешь. И поэтому я знала, что у нас создаются большинство Академий Бурда по всем городам, и я решила в Твери тоже это основать. И не только, получается, для себя создали, но и для множества других женщин, которые могут себя найти. Да. Теперь мы раскроем эту тему. Далее обязательно поговорим про Академию шитья в городе Твери. Буквально через минутку рекламы. Не переключайтесь. У нас программа «Тема дня по пятницам». Меня зовут Татьяна Ларина. И в нашей студии Александра Данилова, директор Академии шитья в Твери. Говорим мы сегодня о многом. О творчестве, о самореализации, в частности, женской. Про талант тоже обязательно поговорим. Про способности, про то, как это в себе развить. И про Академию шитья непременно тоже. Итак, вот, Александра, как вы считаете, для того, чтобы заниматься шитьем для удовольствия, либо на каком-то профессиональном уровне, должен быть какой-то талант? Или всему можно научиться? Всему можно научиться, если у тебя есть желание. Вот есть желание и стремление научиться шить. Надо учиться обязательно это делать. И не ставить себе никакие границы, что у меня этого не получится. Просто многие, те, кто посмелее, они звонят и приходят и учатся. Но я знаю также, что многие сомневаются. Вот, я не смогу, у меня не получится. Никогда не сомневайтесь в своих способностях. Просто придите и попробуйте. Ведь когда, если ты не попробуешь что-то сделать, у тебя этого точно не получится. Поэтому надо пробовать, экспериментировать и не бояться этого. От кого-то из очень великих и известных людей я слышала и читала такую фразу. Сейчас я перефразирую немножко, правда, по-своему. Что талант — это очень сильно непреодолимое желание что-то делать. Это именно желание. То есть, когда человек настолько хочет это делать и чего-то добиться, что он не остановится, когда на него начнут сваливаться всевозможные трудности. Другие опустят руки, займутся чем-нибудь другим. Причем, как говорится, более талантливый. А вот этот человек, он почему-то будет идти дальше. Да, главное — не опускать руки. Я всегда себе говорю, иди только вперед. Только вперед и ничего не бояться. И делать то, что тебе нравится — это самое важное. Это и будем делать. Сегодня нам нравится быть в прямом эфире. Вот название вашей академии, Академия Шитья, связано с Бурда. Бурда Тверь. Да. Почему именно Бурда? Знакомое мне здесь слово. Был даже такой журнал. Да, он и был, и есть до сих пор. Конечно, сначала мы начинали с Академии Бурда, но потом ушли в свободное плавание. По своим соображениям ушла в свободное плавание, потому что мы почувствовали силы в себе и двигаться дальше самостоятельно. Вот Академия занимается шитьем. Может быть, чем-то еще помимо этого? Вязание, вышивка? Да. Мы развиваем различные направления. Мне очень интересна вышивка. Допустим, это брошки, вышивание, канитель, вот эти старинные техники. Техника, которая раньше использовалась для вышивки икон. Я пробовала внедрить в нашу Академию, но, к сожалению, пока отклика не нашла, потому что это очень кропотливая работа. И, к сожалению, пока мы не нашли в этом направлении отклика, но будем развивать и другие направления тоже. То есть мы можем у нас решить гораздо лучше, качественнее, интереснее, чем в Китае. Конечно, 100%, конечно. К этому мы будем стремиться. Да, потому что вышивка, она хорошо дополняет любое платье. Будь оно простенькое, платье, которое вы сошьете, ну, абсолютно там четыре шива будет. Но если вы дополните это платье, красивая вышивка ручной работы, либо это будет брошка красивая. Как у вас. Брошки я вообще очень люблю. Очень красиво. Брошки я очень люблю. Это моя слабость, которую я постоянно пополняю в своей коллекции. У меня есть ручной работы брошки, которые кто-то мне дарит, какие-то я сама приобретаю, и то, что мне понравилось у наших мастериц тверских. И очень люблю брошки, которые вышиваются такими бисером. Вот бисером вообще очень красиво смотрятся брошки. Поэтому здесь это моя слабость. Много ли вот этой слабости? Эта ваша работа занимает времени? К сожалению, сейчас эта работа занимает большую часть моего времени. И отнимает его, конечно, от семьи. Но что делать? То есть 8 часов в день, как многие у станка, это минимум? Это минимум. 12 часов в день. Вот мой минимум. Вот сколько работают успешные люди в день. Минимум 12 часов. А учениц у вас много? Да, с этого года, конечно, учениц у нас прошло очень раз достаточно. Не буду сейчас приводить цифры, сколько именно. Кого-то я помню в лицо. Кто-то остается с нами до сих пор и поддерживает нас. Причем очень благодарна этим девушкам, которые постоянно к нам приходят, доверяют нам. Будем развиваться дальше. И с какого возраста можно прийти в Академию Житья? У нас есть группа, начиная с детского возраста, с 8 лет и в 8-10. Потом у нас старшая группа 12-16 лет. Девочки уже старшего возраста, которые шьют для себя. Ну и ограничений нет. В любом возрасте можете попробовать начать и прийти к вам. А, кстати, как к вам прийти? Где вы находитесь? На офис Академии находится по адресу Дмитрия Донского, 35А, офис 306. Приходите. Всех ждем. А как-то нужно записаться предварительно или просто взять и прийти? Нет, конечно, предварительно надо позвонить, чтобы записаться и уже по времени прийти и все, обговорить все детали. Или в интернете вас найти. Да, или в интернете. Академия Житья Тверь. А позвонить как, по какому телефону? Ну, личный телефон даю. Ну, поэтому всех записываю лично сама, со всеми разговариваю сама, приглашаю. 8-904-013-18-18. Записали. Записали. То есть вот человек решил научиться сшить. С чего ему начать? Ему нужно просто записаться и прийти? Что нужно им принести с собой? Вот вы решили начать сшить. И боитесь, и не знаете, что получится, не получится. Вы просто позвоните. Просто позвоните и приходите в академию. Мы с вами обсудим все вопросы, что бы вы хотели научиться сшить, какой вас именно интересует ассортимент. Допустим, некоторые говорят, я хочу сшить только трикотаж. Пожалуйста. И для таких людей у нас есть курс по трикотажу. Если вы, допустим, хотите шить только для детей, потому что такие девочки есть, которым неинтересно для себя, а вот для детей очень интересно, особенно у кого девочки. Там вообще фантазия неограничена, столько всего можно нашить для них. Поэтому и для таких у нас есть курс, как детский гардероб. Только шьем для детей, специальные технологии используем, специальные материалы рассказываем, какие есть для детской одежды. Потому что у детей даже крой другой, он абсолютно другой, потому что особенности фигуры у детей другие. И есть у нас такой курс, как «Новичок». Это такая программа, я специально создала, чтобы в ней были все базовые вот эти навыки, вы могли приобрести, чтобы начать шить просто по журналу. Взяли журнал, и вы уже в нем спокойно можете ориентироваться. Сейчас, в этом году я сделала такой курс, называется он «Кутюрье». Мы начали с сентября, вот там уже полный курс. Мы будем заниматься по май месяц. Там мы и краим, и шьем, и все сложные обработки. Все мы там проходим. То есть это же можно не только где-то взять, увидеть вот эту модель, но и придумать самому одежду. Конечно, конечно. А потом выпустить своих моделей на подиум. Да, кстати, про подиум. Я в этом году запланировала такой, ну, думаю, везде есть, а у нас в Твери такого нет интересного, чтобы было... Пока смотр. Пока смотр. Это редкость у нас, кстати. Да, меня на это сподвигли мои коллеги, ательеры. Александра, у нас нет такого. Нам нужно что-то сделать в Твери. Поэтому пробный хочу сделать показ в этом году, приуроченный к 8 марта. Наши девочки уже активно создают свои луки, какие-то мини, там, блузка, юбка, либо для детей свои какие-то мини-капсулки делают. И вот будем свои работы показывать. Это очень здорово. С удовольствием буду посмотреть. Курс «Юная модница», вот девочки, они тоже уже создают свои вот эти мини-капсулки и тоже будут показывать на себе. Всё у нас обязательно получится. Тем более, помнится, ещё в детстве мы тренируемся на куклах. Сначала начинаем что-то им шить, а дальше продолжаем школьные годы. Помню, тоже у меня это вызывало большой интерес. А потом как-то, правда, не стало времени, появилось куча других дел. Но кто-то продолжает интересоваться этим на таком вот уровне. Кстати, про детей. Творчество у детей развивает абстрактное мышление. И это очень важно. Вот когда они что-то создают на куклу, там, какие-то изделия делают, они развивают абстрактное мышление. И это потом жизни пригодится. А вы сами проводите уроки в Академии шитья? Да, провожу занятия, стараюсь не так сильно себя занимать, но всё же те именно курсы, которые разработаны и вводятся впервые, я начинаю вести сама. Для того, чтобы полностью проработать все моменты, что-то дополнить, что-то, может быть, убрать, либо часы дополнить. Поэтому беру сама. Допустим, курс кутерье веду я лично сама. Я смотрю и странички в соцсетях, это тоже вы ведёте? Тоже я веду. В какой наибольший отклик, в какой из соцсетей? Инстаграм или Ютуб или ВКонтакте? Или одноклассники? У нас есть все соцсети, да, присутствуют, но ВКонтакте сейчас работают лучше. Не поспоришь. И, кстати, для каждого вида деятельности, мне кажется, больше подходит своя соцсеть. Конечно, абсолютно согласна. И Инстаграм у нас есть, и ВКонтакте. Но, как я заметила, что что в Инстаграме, что ВКонтакте, у нас одни и те же, и они смотрят и там, и там интересно. Чат в WhatsApp у нас есть тоже. То есть всё есть. Жизнь кипит. Жизнь кипит. Жизнь кипит. Сначала в соцсетях, потом находятся ваши ученицы, вы начинаете учебный процесс. А как он проходит? Что это? Как часто занятия? Занятия у нас проходят один раз в неделю. Хотелось сделать намного чаще, чтобы это было. Допустим, два раза в неделю, чтобы не так растягивался процесс вот этот. Потому что некоторым хочется быстрее. Мы все по характеру абсолютно разные. Кому-то хочется быстрее сделать. Есть такие. Кому-то хочется, им нравится процесс. Они наслаждаются не то, что они делают, а именно самим процессом. И хотелось чаще. Но, к сожалению, мы настолько все загружены, что не получается чаще вырваться из дома, от своих дел. Поэтому один раз в неделю, по три часа. Главное, что вы еще сами продолжаете свой процесс обучения. Нет предела совершенства, как говорится. Абсолютно нет предела. Да, я продолжаю. Сейчас я являюсь студенткой Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, отделения конструктора и изделий легкой промышленности. И с сентября я поступила в высшую школу экономики, подала документы на директора моды и дизайна, развития личных брендов. Учиться всегда пригодится. Вот это точно. В Академии шитья какие используются швейные машинки? Какая техника? Швейные машины я выбирала очень долго, потому что показатели, по которым она выбирается, техника, целый список я себе составила. То есть она должна быть надежной, она должна быть безопасной. Потому что дети занимаются на этой технике. Поэтому, когда выбирала, она должна была, все мои вот эти критерии, которые я выставила, должна всем им быть, чтобы она все это учитывалось. Выбрала машину Элна. У нас в Академии стоит машина Элна, жена Мэ. И сейчас мы являемся партнерами официальных представительств данных марок в России. И также предлагаем нашим ученицам машины приобрести. То есть можно и дома продолжать занятия на хорошей технике? Да, конечно, конечно. Причем провожу полные консультации. Что, какая вам необходима. Мы подбираем потребности. Что, допустим, что будет шиться. Ведь не нужно, если ты не планируешь шить джинсы или какие-то грубые ткани, значит тебе не нужна техника, которая будет выполнять эти операции. Ты сможешь минимизировать свои расходы. Либо наоборот, если ты хочешь, чтобы у тебя техника была в ногу со временем, компьютерные машины. То есть мы можем и такие подобрать. Абсолютно любую. Сейчас большое разнообразие. Абсолютно, да. Очень большое. И наши девочки теряются в выборе швейной техники. А вот что мне приобрести буквально на днях? Вот такие есть, такие есть. Вот отзывов очень много. А ведь отзывы как составляются, бывают. У кого-то негативное впечатление от этой машины было, а у кого-то хорошее. И это может быть абсолютно необъективным. Поэтому мы стараемся абсолютно объективно к этому вопросу подойти. Потому что у меня есть и такое образование. Я могу. Специалист есть специалист. И, кстати говоря, заметьте, что люди, если хорошо к чему-то относятся, они не всегда ставят отзыв. А вот если им что-то не понравилось, например, то могут и чаще всего написать. Да, да. Ну я девчонок сколько прошу раз? Оставьте отзывы в наших соцсетях. Да, оставим, конечно, оставим. Так и всё. И забывается. Ну ничего. Какие материалы вы используете? Материалы для чего? Для шитья. То есть какие ткани предпочитаете? Я, конечно, люблю натуральные ткани. Или приближены к натуральным тканям. Но, к сожалению, сейчас у нас сложно подобрать ткани, чтобы они по составу тебя полностью удовлетворяли. Потому что много некачественных. Если раньше у нас был ГОСТ, и в ГОСТе было всё прописано. Всё, какие там по составу, что там находится в этой ткани. Сейчас, к сожалению, этого нет. И поэтому приходится на ощупь. И у нас был такой мастер-класс в магазине наших партнёров. Мы, девочки, учили, как выбрать ткань, чтобы она была по составу. Чтобы они понимали. Допустим, это вискоза, это шерсть, а вот здесь смесовые ткани. И вот это мы тоже учим, чтобы не терялись и выбирали ткани, которые отвечали всех будем требованиям. И такое возможно. Да. Тоже большой сейчас достаточно выбор. В нём можно и потеряться, а можно сориентироваться. Да, если знаешь, что ты ищешь. Да, потому что, допустим, выбрал ты модель, какую-то, допустим, платье выбрал. Вот всё, хочу такое платье. И ткань здесь очень большую роль будет играть. Если ты неправильно подобрал ткань для данной модели, ты её сошьёшь качественно. Но это платье на ней будет смотреться. А всё потому, что данная ткань не подходит под эту модель, не драпируются складки, а что-то ещё в ней не так. А потому что по составу она неправильно выбрана. Дело не только в цвете. Не только в цвете, да. Иногда вот хочу только зелёную. Не важно, какого она будет состава. У вас какие мастер-классы проводятся? Ой, мастер-классы я очень люблю организовывать и проводить. Сейчас у нас такой был перерыв, потому что я к сессии готовилась. И немного приостановили. У нас в мастер-классе были по пошиву нижнего белья. У нас в мастер-классе были по пошиву одежды для сна. То есть топики, шорты, шёлковое бельё. Всё было у нас. Красота. Да. И такие. У нас были мастер-классы по пошиву платья лапша. И планирую сейчас очень много различных мастер-классов, но об этом пока говорить не буду. А что такое платье лапша? А вы не знаете, что такое платье лапша? Открываю для себя новое. Да, но вы представляете водолазку? Да. Вот, вот только продлите её подлинше, вот у вас будет платье лапша. Платье водолазка, да, ноги водолазка. Это длинное. У вас вот эти занятия в группе проходят или индивидуально тоже можно? У нас есть и групповые занятия, и индивидуальные тоже проводим. Согласуем предварительное время. И приходят, допустим, если нет возможности посещать групповые занятия. Потому что у кого-то маленькие дети, и им нет возможности посетить, а очень хочется. Индивидуальные занятия у нас есть, есть совместные пошивы. Это когда мы не группа, а, допустим, два человека на определённую тему организовываем и шьём. Всё возможно. Вернёмся через полминутки в эфир. Итак, после небольшой паузы мы возвращаемся в прямой эфир. Вы можете нас слушать и смотреть по пятницам с часа до двух. Меня зовут Татьяна Ларина. А мои гости – это очень творческие люди, очень многогранные, и которые хотят поделиться своими навыками, умениями, знаниями и своей энергетикой со слушателями и телезрителями. Сегодня мы общаемся с Александрой Даниловой. Это директор Академии шитья в Твери, конструктор изделий лёгкой промышленности. Человек, который продолжает далее изучать лёгкую промышленность, шитьё, может быть, даже моделирование с разных сторон. И мы вот сегодня выясняем, как можно ещё этому научиться, если у кого-то есть задатки, талант или желание себя так реализовать. Может быть, как модельер, или как конструктор изделий, может быть, шить именно своими руками. Почему нет? Всё это возможно в Академии шитья. Скажите, Александра, ведь после того, как обучатся ребята, они могут трудоустроиться в нашем городе? Ну, конечно, если есть на это, опять же, желание. Сначала вы должны научиться шить для себя. Вот вы шьёте для себя одно платье, второе платье, юбку там и блузку. Дальше вы можете шить уже для своих родных, знакомых. Ну, а дальше, если будет такое желание, вы почувствуете, что это ваше призвание, конечно. И продолжать, продолжать. И продолжать, продолжать. Одеть весь город. Да, да, да. Только делать это с душой. И не делать, вот, сделал и ладно. Именно с душой и качественно. Всё у нас получится. Тем более и ассортимент, наверное, очень широкий, богатый. Что вы шьёте в Академии? Какие изделия? Я даже не знаю, не могу сказать, что мне нравится шить, потому что шить мне нравится всё. Сегодня у меня загорелось шить пальто. Надо шить срочно пальто. Завтра у меня загорелось шить платье. Надо срочно шить платье. Так же и наши ученицы. Всё, что нравится, то и шьём. И пальто, тем более скоро весна, новый сезон. Да, скоро весна и сезон. У нас девочки уже загорелись желанием и будут шить стёганое пальто. И у нас будет курс скоро по пальто, поэтому приглашаю. А стёганое пальто это что такое? А стёганое пальто? Ну, куртку представляете? Да. Да, а вот эта куртка, только она стёганая, она простёгана строчками. Двухсторонняя, удлинённая, оверсайз. Идеальна, вообще красота. Особенно если тканью выбрано интересный цвет, сочетание тканей. Это будет просто индивидуальность. Ни у кого такого нет. Вот, эксклюзив. Эксклюзив, да. А вы следите за модой? Или не имеет значения? Для меня мода... Сейчас мода настолько меняется быстро. Сейчас одно, завтра другое. Для меня понятие мода, наверное, то, что тебе нравится. Вот то, что тебе нравится, и то, что тебе идёт. А если гнаться за модой, то ты не всегда успеешь на этот поезд. То есть, что носить в следующем сезоне, рекомендации не дадите? Не дам. А что уже такое вот по-настоящему качественная одежда в вашем понимании? Каковы критерии качества? Я, наверное, скажу словами наших учениц, которые говорят, вот, Александра, научили нас, теперь мы в магазин ходить не можем, мы все строчки просматриваем. Вот здесь нитки выглядывают, вот здесь строчка кривая, а вот эту ткань невозможно даже в руках держать. Вот они, критерии на лицо. Хочется уже эстетического удовольствия от того, что покупаешь ему только визуального, да? Да, конечно, чтобы это и приятно к телу было, чтобы хорошая ткань была, чтобы она была натуральной. Ведь натуральные ткани, они и приятные, и носятся дольше, ну и эстетические. И комфорт добавляет, мы можем расслабиться в такой одежде. Комфорт — это важно. Важно не только, как это смотрится, а как ты себя в этом ощущаешь. Если тебе некомфортно внутри, ты себя чувствуешь некомфортно, зачем тебе такая одежда нужна? Вот-вот, бывает что-нибудь вроде красивое оденешь, вырядишься, а как-то скованно, да? Да, и вроде ты в дорогом платье, ну, если мы говорим о платье, ты вроде все у тебя хорошо, а внутри ты себя чувствуешь, ну, вот как не для... ну, вот не в своей тарелке есть такое понятие, да? Поэтому, конечно, нужно носить то, что тебе комфортно. А у вас можно заказать продукцию в Академии шитья? Да, я сейчас развиваю данное направление. При Академии у нас развивается ателье. Обязательно шьем на заказ, шьем и индивидуально одно изделие, и мелкие опыта. То есть и группами можно заказать, да? Да, и группами. И в дальнейшем я, конечно, планирую, чтобы и девочки наши как-то развивали свои навыки вот в данном ателье. Как раз вот и работа, так сказать, да? Как раз. А вот какое-то что-то типа магазина, то есть прийти, посмотреть, и готовы уже приобрести. Шурум, да. Можно? Да, и это тоже будет. Это перспектива нашего развития. Вот, вот они планы уже реализуются. Планов много, идей много, все это надо реализовывать, всего надо, вот кипит идеи, кипят, надо все вот разложить по полочкам и все делать. Главное, что это мне нравится, и надо двигаться в этом направлении. Недавно смотрела интервью с одним очень успешным предпринимателем российским. Он сказал, основная ошибка людей в том, что они не планируют надолго. Они строят какие-то кратковременные планы на год, на месяц, на неделю, там, на два года, а надо планировать на 15 лет. Да, это совершенно верно, это правда. Я тоже читала все книги и со всем этим согласна, что если ты не видишь конечной цели, к чему ты идешь, то ты теряешься в череде своих проблем, каких-то рутины, и тебя это поглощает. Если нет вот этой цели, то к чему ты должен в итоге прийти. Обязательно надо ставить цели и к ним идти. Не важно, какая это будет цель. В моем случае это творческий большой центр. У кого-то это может быть хорошая машина, там надо достичь этой цели. Обязательно, никогда не нужно опускать руки и идти к своей цели. Такой серьезный, большой какой-то, да? Обязательно. Когда у нас есть в жизни цели, значит, мы полны энергии, мы полны сил, мы хотим добиваться, мы живем. Как только у нас нет в жизни цели, мы опускаем руки, все, мы стареем. Мы хуже себя чувствуем, поэтому нужно всегда цели свои ставить. Цель достиг следующую. Бывает, правда, такое, что мы перестаем так же ловить удовольствие от каждого момента. Вот нужно не забывать о том, что мы не только есть цель, а есть просто вот какое-то такое счастье жить и получать удовольствие. Да, это, к сожалению, сейчас в нашей жизни очень... Да, надо удовольствие получать от процесса. Это очень сложно в нашей жизни сейчас получается, потому что, опять же, темп очень такой насыщенный. Сегодня ты должен успеть вот это, вот это, завтра вот это, вот это, а к вечеру ты уже устал. Нужно не забывать еще и про самое главное, про свою семью и детей. У меня их трое. Вообще, да, и дети, и семья, хобби, работа. Да, надо не забывать про все и как находить, успевать на все, чтобы вот все было сбалансировано и получать удовольствие от каждого момента. Дети растут, дела наши сегодня одно, завтра другое, все это так, настолько быстро все меняется, и надо удовольствие получать от всего. У меня долгое время было трудно вот все уместить в своем графике. Нашла такой лайфхак, поделюсь. Нужно посчитать, сколько у тебя реально часов, сколько ты спишь, а сколько у тебя на жизнь. И просто эти часы раскидать. Я пыталась, не получается. Каждому свое, да. Да, я пыталась, не получается у меня это, к сожалению. Ну, все-таки у меня записная книжка одна, в телефоне другое. Я везде тут записала, тут записала, там посмотрела. Конечно, без планов нельзя. У меня сработало, я приоритеты выделила. Я выделила, что у меня, какая деятельность основная, какая чуть ниже. Помогает? Помогает. Вот ты знаешь, сколько часов, на что потратишь. И не бывает вот, если что-то не успеешь, не бывает угрызений совести. Потому что ты понимаешь, главное, ты все равно успел. Это важно на самом деле, да. Ну, я тоже стараюсь. Интересно, бывают такие моменты, когда, допустим, вот пришли к нам в академию, и нужно по максимуму уделить время, и я время на это никогда не экономлю. Оно уходит обязательно больше, чем ты предполагала. Ну, конечно, если человек пришел, я должна рассказать, а я увлекаюсь этим вопросом. И, естественно, вместо полчаса у нас получается час, а то и полтора. А в нашем часовом эфире мы еще очень любим тратить время на музыкальные удовольствия. И поэтому сейчас у нас будет очень крутой трек на радио Монте-Карло. Не переключайтесь. У нас в прямом эфире программа «Тема дня». Наша тема сегодня — творчество, женская реализация и шитье. И другие виды творчества, которые мы обсуждаем. Сейчас мы с Александрой Даниловой, директором Академии шитья, говорили о музыке, пока была музыкальная пауза. Мы знаем, что в эфире радио Монте-Карло было кое-что очень интересное. В нашей жизни тоже ведь много интересной музыки. Александра, что вы любите послушать? Ну вот, вы меня раскрыли. Я очень люблю различные направления в музыке. Я могу так сказать. Я люблю классику, я люблю инструментальную музыку, фортепиано музыку. Обожаю. У меня трое детей. Старший на фортепиане учился играть на фортепиано. Средний закончил музыкальную школу на отделении фортепиано. Сейчас он у нас учится играть на гитаре. Младший еще пока маленький, поэтому не учится. Но со следующего года пойдет. Так что инструментальную музыку очень люблю. И когда, допустим, какое-то такое унылое настроение, хандра, обязательно будет инструментальная музыка у меня включена в фортепиано. И, конечно, я не могу отрицать. Я люблю и пи-2. Я люблю и рок-музыку. Рок-музыку очень зажигательную. Вы побывали на концерте Би-2 и даже готовили им костюмы? Да, было такое. Повезло. Повезло. Правда, повезло. Повезло посмотреть и увидеть вот это за кулиси, насколько это все интересно, насколько это все волнительно. Так что, можно сказать, повезло. То есть для музыкальных групп мы тоже можем подготовить сценические костюмы, да? Можем. Обращайтесь. Обращайтесь, да. А так, кто в большинстве ваши потенциальные клиенты, Александра? Ну, наши клиенты настолько многогранны. И что хочу сказать про наших девочек. Это настолько творческие люди. Настолько они у нас активные. Настолько зажигаются идеями. Это могут быть бухгалтеры. Это может быть и домохозяйка. Это может быть и экономист, и юрист, и врач. Ну, то есть настолько они у нас многогранны, творческие натуры, поэтому... Пусть все приходят. Да, пусть все приходят. Появилась идея попробовать себя в шитье. Приходите. Давайте напомним еще раз всем, куда прийти, где находится Академия Шитья. Академия Шитья находится по адресу Дмитрия Донского, 35А, офис 306. Заходите, да. Заходите, да. А только женщины заходят и интересуются шитьем? Или мужской пол тоже? Мужской пол тоже интересуется. Но пока они только приглядываются и интересуются. Их все смущает женское общество. Они звонят, они узнавают. А есть у вас вот это, а есть у вас вот это? Конечно, есть. Приходите. Если стесняетесь в группах, давайте индивидуально будем как-то заниматься. Но пока только присматриваются. Они хотят, но я надеюсь, что и мужчины подключатся к нам и тоже будут сшить. Потому что ведь вы знаете, что портной мужчина это самый лучший портной. Это очень интересная профессия. Да, потому что они настолько вот скрупулезно будут каждый шовчик делать, настолько будут точно все вымерять. Если женщина еще где-то скажет, а здесь не страшно, то мужчина никогда не пропустит это мимо. Поэтому мужчина самый лучший портной. К тому же мужчина, который снимает мерки с женщины, по-моему, это очень интересная. Это картина. Да, абсолютно. Так что мужчины тоже пробуйте шить. Возможно, у вас получится. Невозможно, а точно получится. Точно получится. Мужчина вообще все умеет. И готовить порой умеет лучше женщин. И шить, и может быть даже вязать. И заниматься другими делами. Единственное, что не умеет мужчина, это делать одновременно несколько дел сразу. Вот это точно не умеет. Может быть, это как-то зависит от устройства мозга? Да, конечно. Я слышала такое. Да, мужчина не может делать несколько дел одновременно. Мы можем стирать, мы можем готовить, мы можем за ребенком смотреть и попутно еще что-то делать. И работать еще можем. И мы даже этого хотим. Вот согласитесь, мы не можем сконцентрироваться только на чем-то одном. Да. Потому что нам хочется еще одно, другое, пятое, десятое. Да, ты думаешь, сейчас делаешь вот это, думаешь о третьем, а завтра нужно сделать еще вот это. А мужчина, если он сделает одно дело, то он занимается именно этим делом. Ему нужна полная концентрация. Я замечала. Начинаешь отвлекать мужчину другими какими-то интересными, несомненно, делами, как бы у человека все как-то из рук валится. Да, он начинает смущаться, теряет смысл своего дела. Ориентирует. Да, и лучше не отвлекать, если мужчина чем-то занят, поверьте, отвлекать его не нужно. Запишу себе это примерно, чтобы не забыть. Да, я просто очень тоже психологией увлекаюсь, поэтому точно это знаю, что нельзя. Вот так вот. В Академии шитья смогут себя найти как мужчины, так и женщины. Мы продолжим это обсуждать через рекламную паузу. Как быстро летит время, когда мы говорим о творчестве с творческими людьми. Сегодня наш эфир, прямой эфир, посвящен именно этому, посвящен также шитью Академии шитья в городе Твери. У нас в гостях Александра Данилова, директор Академии шитья. Итак, Александра, вы помимо того, что директор Академии шитья, руководитель, вы еще и конструируете одежду. Что такое конструктор изделий? Что такое конструктор? Ну, чтобы было понятно. Вот вы берете фотографию и увидели шикарное, потрясающее платье. Да, вот хочу такое. Оно состоит из каких-то деталей, из каких-то элементов. Вот конструктор — это тот человек, который по эскизу создает это платье в деталях. То есть можно и выкройку он создает, да? И выкройку он создает, да. Именно разбирает это платье на детали, делает выкройку, по меркам создает это платье. Просто вот с нуля появилось идея, и можно вот создать такое чудо. Если говорить о том, как, допустим, устроена работа, то, допустим, дизайнер создал платье, нарисовал, да? Дальше конструктор вместе с технологом разрабатывают. Конструктор лекала, технолог, технологию разрабатывают. Вот так, в принципе, это все устроено. Но есть предприятия, на которых конструктор выполняет все эти функции. А руководитель, это тем более все это... Да, руководитель тем более научит. Есть ли в Академии шитья акции и скидки? Да, бывают у нас акции. Приурочная, допустим, у нас была акция к Новому году. И скидки обязательно есть для тех учениц, которые постоянно чему-то учатся в нашей Академии, совершенствуют свои навыки. Конечно, такие скидки есть. Вам самой больше нравится шить или разработать модели одежды, придумать что-то? Конечно, я люблю больше творческий процесс, разработка. Когда ты разрабатываешь вот эту идею, ты ее создаешь и с нуля разрабатываешь. Это мне больше нравится. Но шить я тоже очень люблю. Влияет ли творчество на жизнь женщины? Очень сильно влияет. Больше, скажем, это нераздельная можно составляющая. Если женщина себя реализовала и реализовывает постоянно, она чем-то занята, она чувствует себя в гармонии с окружающим миром. И тогда ни тебе депрессии, ни тебе ничего остального, ни тебе плохого настроения. Всегда, как говорится, есть чем заняться женщине. Конечно. Не будет пилить родных. Да, и в семье это очень важно. У меня множество примеров. Примеров из жизни наших учениц. Вот как, а когда они начали заниматься, реализовывать себя, заниматься хобби, все поменялось абсолютно дома. И ведь весь климат, который дома у нас создается, создает его женщина. Да, верно. Верно. Да. А дети кем планируют стать, когда вырастут? Ой, у меня два мальчика и одна девочка. И настолько у всех разные какие-то. Один будет программистом, сказал. Другой маленький. И сейчас меняют постоянно свои направления. То он пожарник, то он там еще кто-нибудь, то он милиционер. Ну, а старшая у нас выбрала направление истории искусств. Очень интересно. То есть она у нас творческая такая натура. Она рисует, у нее свой взгляд на мир. И она выбрала истории искусств. Я всячески пыталась ее притянуть к швейному делу. Зарисовывать мне какие-то там модели. Нет, сказала, мне это не нравится. Я буду, вот, выбрала свое направление. Ее очень нравится искусство. Там вот все, как это было раньше. Но иногда мы с ней смотрим какие-то показы. Она мне их комментирует. Там сочетание цветов. И вот здесь мы с ней сходимся в этом, в этой любви. Посмотреть. У нас подходит к концу прямой эфир. Александра, спасибо огромное, что посетили нас. Порадовали. Много нового, интересного рассказали. Не только о шитье, но и о жизни в целом. Что пожелаем слушателям, телезрителям? Ну, что пожелать? Хорошего настроения. И всегда быть в гармонии с собой. И стремиться обязательно ставить цели. И их обязательно достигать. До новых встреч. С вами была я, Татьяна Ларина. Редактор субтитров А.Семкин